Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт. После слива материала в GTA 6, Take-Two не слишком оперативна, но всё же обратилась к админам сайта GTAForums и добилась удаления утёкших в сеть файлов. Это свидетельствует о том, что слив натуральный, а значит и билд мы увидели настоящий. Если вы не успели вауче узреть слитые видео, то вот что из них следует. Местом действия станет Vice City, срисованной с Майами. Об этом свидетельствует реально существующий амфитеатр, копия которого была в сливе, надпись на билборде и аббревиатура на машинах копов VCPD, то есть Vice City Police Department. В нашем распоряжении окажутся два героя, Джейсон и Люсия, между которыми можно будет переключаться. В GTA 6 появится возможность перетаскивать тела, подбирать предмет из пола и вести с NPC диалоги, как в какой-нибудь Red Dead Redemption 2. И еще ползать на картонах, как в The Last of Us. Также в билде засветились стрип-клуб, метро, ограбление магазина, инвентарь, плавание, стрельба из багажника пикапа и прочие геймплейные штуки, визуализацию которых можно узреть в новости по ссылке. Ибо потереть видосы Take-Two потерло, да не все и не везде. По словам журналиста Джейсона Шрайера, компания крайне обеспокоена утечкой, возможно, это побудит руководство ограничить удаленную работу сотрудников, а со временем проклюнутся и другие последствия произошедшего. Нелегальная публикация геймплея постигла и другой крупный ожидаемый проект. В сеть слили 40 минут игрового процесса Diablo 4 из закрытого бета-теста. Билд оставляет не лучшие впечатления, сырой геймплей, пустой мир, где-то напросто отсутствуют некоторые ассеты, а интерфейс не сильно отличается от того, что был в предыдущих частях. Несмотря на утечку, Blizzard собирается привлечь к бете новых игроков, выбирая из тех, кто за последнее время много времени провел в эндгейме Diablo 3 и Resurrected. Избранным позволят оценить как раз-таки эндгейм-контент четверки. Сюда входит режим Helltide с усиленными врагами, из которых выпадает особый материал для открытия сундуков, подземелье Nightmare Dungeons, также со своими модификаторами и редким лутом, задание Whispers of the Dead с особыми наградами, PvP-зона Field of Hatred и штука под названием Paragon Boards, подразумевающая прокачку героев за очки Paragon по достижению 50-го левела. Бета-тест пройдет на ПК, PlayStation и Xbox. Сама же Diablo 4 запланирована на 2023. А вот киберспортсмен Джастин Вонг, не опасаясь гнева Capcom, вполне легально выкатил два часа напряженных схваток в Street Fighter 6 из предоставленной на Tokyo Game Show демки. В ней дали поиграть за Гайло, Кимберли, Джури, Кена, Рю, Чун Ли, Люка и Джейми, хотя последних двоих Джейсон не пощупал. Вонг не только запускал сражения между ИИ, но и сам взял управление парой героев. Кроме того, он показал все движения и приемы Гайло, Джури и Кимберли. Посмотреть запись можно по ссылке в описании. Street Fighter 6 выйдет в следующем году на ПК, PlayStation 4 и 5 и Xbox Series. ЗБД стартует 7 октября. На той же ТГС, та же Capcom, пояснила The DLC Shadows of Rose для Resident Evil Village. Дополнение призвано закрыть историю семьи Уинтерс. По сюжету дочь Итана, Роза, мучимая врожденными силами, пытается избавиться от своего... дара. И для этого проникает в сознание мегамицелия. То есть действие происходит не в реальном мире Resident Evil, а потому и атмосфера в аддоне будет несколько отличаться от привычной по предыдущим частям. К примеру, вместо того, чтобы оттяпать кусок посочнее, зомби будут высасывать из героини душу. Продюсер деревни также сказал пару слов о режиме от третьего лица. Он поведал, что затраты сил на его создание сопоставимы с разработкой полноценной игры. И пообещал, что прохождение Resident Evil Village от третьего лица подарит совсем иные впечатления, нежели от первого. Набор Winter's Expansion, куда войдет и DLC, и новая перспектива камеры, и до кучи режим наемники, станет доступен 28 октября. Пользователь под ником Jedi Josh 920 захотел узнать, каково это летать по городу, стреляя паутиной от первого лица. Взял да и состряпал мод с видом из глаз для Marvel Spider-Man. Ну, правда, пока не полностью. Jedi Josh выкатил два ролика. В одном камера движется плавно и стабильно, а во втором демонстрируется реалистичный режим с покачиванием вслед за каждым движением головы. И кроме полетов на паутине, на видео ничего нет. Будет ли мододел приспосабливать камеру для драк с местными нарушителями спокойствия, неизвестно. В открытом доступе модификации нет. Ретро-шутан 2019 года Iron Fury получит сиквел. Главной героиней Phantom Fury выступит та же Шелли Бомба Харрисон. Её выводят из комы с новой бионической рукой и отправляют на поиски ядра демона, артефакта, способного уничтожить мир. По крайней мере, такие планы на его счёт строят плохие дядьки. Игроки объездят США и посетят грязные мотели Альбукерки, заброшки Лос-Аламас и закоулки Чикаго. Главной особенностью игры станет огромное количество интерактивных объектов. Взаимодействовать можно будет практически со всем, что попадётся на глаза. Нам позволят летать на вертолётах, взламывать компьютеры, играть на аркадных автоматах и в аэрохоккей. Релиз Phantom Fury состоится в следующем году на ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Именем Enotria de la Son обзавёлся анонсированный год назад Souls-like под кодовым названием Project Galileo. Его действие развернётся в умирающем фэнтезийном мире Коноваччо. Его обитатели потеряли всё, кроме своих ролей в великой пьесе, которую вынуждены исполнять. Цель же нашего бравого героя — вернуть Коноваччо к жизни. Игра выполнена в тёплых тонах и призвана передать атмосферу итальянского лета. Игрокам предложат интересные исследования мира, разнообразные билды персонажа и множество видов врагов. А кроме того, два состояния, с помощью которых можно будет влиять на поведение противников, решать головоломки и управлять стихиями. Платформы неизвестны и даты у Enotria de la Son тоже нет. Студия Angry Mob Games анонсировала Trinity Fusion — экшн-платформер с элементами roguelite в сеттинге sci-fi. Здесь мы будем спасать уже не умирающий мир, а целую мультивселенную, играя за три альтернативные версии одной героини. У каждой свои способности и свой арсенал. Нас ожидают процедурно генерируемые биомы, населённые мутантами и роботами. А вот испытания и арены разработчики собирали вручную. Также будет доступен хаб, где можно будет разблокировать всевозможные улучшения. Trinity Fusion выйдет в 2023 на ПК и пока не названных консолях. Русский язык не заявлен. Если у вас сложилось впечатление, будто индустрия живёт лишь шутерами, рогаликами да попытками в Souls-like, а о таких играх новости появляются чаще всего, то нет. Разработчики Splitgate Ironworks и 2B Games всерьёз взялись за стратегию о противостоянии кошек и собак. И название у неё соответствующее — Warpose или Лапы Войны. Игра сосредоточена на битвах, то есть заниматься сбором ресурсов не придётся. Вместо этого мы будем захватывать контрольные точки. Нас ждут сюжетная кампания, несколько онлайн-режимов, в том числе PvP, кооператив и царь горы. Разрушаемое окружение, 5 различных биомов, разнообразные юниты, возможность разбивать лёд, заманивать врагов в снежные бури и прочие интерактивные штуки. Warpose выйдет в первом квартале 2023 на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Но пока без русского языка. Стала известна дата выхода из раннего доступа кровавого ретро-шутера Produce. Случится это 23 сентября. В релизной версии появится больше карт, оружия, добавит мультиплеер, кооператив на четверых, поддержку достижений, новые функции в редакторе уровней и многое другое. Полноценная версия будет доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Но только не в России. Также с датой определились создатели ещё одного томящегося в раннем доступе олдскульного боевика, но на движке первый Quake, Wrath Aeon of Ruin. Правда, релиз уточнили лишь примерно — весна 2023-го. Рассекая по древним гробницам и проклятым храмам, мы будем кромсать нечисть при помощи мощных артефактов и смертоносных пушек, с целью уничтожить последних стражей Старого Мира, как то завещал нам пастырь заблудших душ. Игра выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Switch. И в качестве финалочки очередной фестиваль в Steam. На этот раз ивент посвятили играм со сражениями. В рамках фестиваля нас ждут скидки и демоверсии вышедших и готовящихся игр в жанрах слэшер и мусоу, а также проекты со зрелищными битвами и яркими главными героями. К примеру, скидки затронули God of War, Hades, V-Rising, Sekiro Shadow Die Twice и Devil May Cry 5. Тусовка-потасовка продлится до 26 сентября, 20.00 по московскому времени. А на сегодня это всё. Заходите в гости на StopGame.ru и читайте свежее превью от Алексея Лихачёва по бета-версии новой Call of Duty Modern Warfare 2. Приятного ознакомления, вон аппетит и хорошего дня!